Приветствую коллеги, здесь заехал к своим старым заказчикам и наш общий знакомый Эдик, вы его многие знаете, он меня давно приглашал, говорит Слава приедь посмотри. И так получилось, просто пригласили на декоративные работы здесь и увидел как раз таки эту работу, ну как говорится город маленький. И хочу вас немножко познакомить, может быть оно не будет такое профессиональное, если бы это был печник рассказывал, но я все таки постараюсь рассказать, потому что работа на самом деле уникальная, делалась она порядка полугода. Почему показываю это видео, потому что кто-то захочет себе сделать и просто возьмите на вооружение, как все таки это красиво и у нас должно быть красиво. Значит смотрите, вот такой комплекс, именно так его могу назвать, потому что в этом комплексе есть у нас открытый огонь, здесь именно шашлыки, ну что-то там пожарить, ну вы короче, барбекю короче, да. Снизу так очень красивенько сделано, чтобы дровница, так сказать. И оно как и украшение, отсюда можно брать дрова. Значит, хочу обратить внимание, что кирпич вот это, украинский, очень он у нас пользуется спросом. Я даже, ребята, видел, где-то у меня есть видео, снял, у нас полностью из этого кирпича есть выложен дом. Очень классный кирпич, ручная работа. Поверьте, ребята, это на самом деле того стоит. Значит, идет с завода, они даже такие вещи делают, то есть это как в екатерининские времена, такие лейблы качества, да. Вот кирпич как бы 2017. И обратите внимание, то что печник смог это сделать все в дизайне. То есть обратите внимание, нижний кирпич он вот так сделал, верхние ручной формовки тоже красивые, хотя можно было красный сделать. Здесь такой поясочек, сверху такая арочка, опять поясочек и вот такое обрамление. И сколько будет стоять этот комплекс, вот он будет напоминать о себе. То есть я думаю, что он будет много лет стоять, вот 2017 год, начало постройки. Значит, дальше у нас идет такая штука, я не знаю, как она точно называется. Она именно для томления, так сказать. Здесь дым не попадает, духовка, да. Сюда не попадает дым, здесь именно температура. Какой-то горшочек поставить. Какие там блюда могут быть? Да любые. Каши какие-нибудь. Ну, короче, есть такое, ну я уже такое видел. Картошечка с мясом, горшочки. Ну, супер, короче. Вот, дальше у нас идет вот такая штука. Это здесь именно, чтобы на плите готовить. Кто любит... Чугуннее. Да, на чугунке, чтобы это было все четенько. Ну, просто как в деревнях, как говорится. Вот. И еще плюс ко всему, можно смотреть на открытый огонь. Вот, зольница. Дальше сделано, ну, помыть посуду, как говорится, раковина. Дальше это уже для каких-то, тоже, опять же, для посуды, банки, шклянки. Ну, вот такой вот комплекс, вот так он выглядит. В общем, вот, с этой стороны у нас тоже где-то что-то положить. Два зуба. Тоже для чего-то надо. Это полка, вот полка лежит. А, это полка еще будет. Все, я понял. Кстати, полочка такая прям вообще. Обрамление такое массивное, тяжеленькое, уже затонированное в цвете. Ребята, специально встану издалека, чтобы вы просто полюбовались. И, смотрите, вот такая вот террасочка, вот в общей сложности показывает, сверху. А на зимнее время ее можно закрывать. Света, я думаю, будет больше какие-то, может быть, сделают, может, там, как это называется, колесо с под этого. Да, под старину. Под старину, да. И много-много света. И летними, осенними, зимними вечерами вот просто посидеть, отдохнуть, день рождения. Стол будет, стулья, может, там какие-то массивные стулья. Декоративный камень, цементный, такой вот, так сказать, грубый. Интересное решение, кстати, видите, с жалюзи можно открыть, можно закрыть. И, кстати, когда мы смотрим, мы смотрим на красивый ландшафтный дизайн с ручейком. Ну и, естественно, получаем наслаждение от, так сказать, от такого комплекса. Это, ребята, современный комплекс. Что еще хочу сказать. Вы можете обратить внимание на кирпич. Вот это кирпич, вот это украинский, мы про это уже говорили. Вот это кирпич наш, белорусский, витебский. Я давно про него слышал. Он очень пользуется спросом. Его очень любят белорусские, именно брестские каменщики. Не буду говорить за других. Потому что, ну, частенько с ними встречаемся. Вот эти фаски, это все ручная работа. Вот эта штука, это ручная работа. Вкладыши. Вот эти все запилы, ручная работа. И сверху они покрывали, скорее всего, текурилой, да? Текурилой. Потому что, в основном, они мне все время говорили, что текурилой покрывают. Вот. Здесь такие, как бы, насечки сделали, видели, чтобы не скользило. Вот эти все фасочки. Кстати, если сотрудники завода видят это видео с Витебска, вот, ребята, Свету, сделайте вот так вот, чтобы мастерам было легче. Потому что, вот, каждый кирпичик, они это все делают вручную. Вот такой комплекс. Надеюсь, кто-то себе возьмет на вооружение. Будет, я думаю, полезно. Все, ребята. Всем пока. До новых встреч.